Давненько уже всем понятно, что развитие любого организма идет как бы по рельсам, согласно генетической программе. Собственно, сам ген — это единица информации этой программы, если верить учебнику по биологии. Но так как мы учебнику не верим, а точнее занимаемся его дополнением, я могу утверждать, что единица — не сам ген, а его экспрессия. Экспрессия гена — это, по сути, процесс считывания информации и формирования информационной РНК, на которой уже будет происходить синтез конечного белка. Вы можете заметить, что я как бы ничего нового и не сказал. У нас есть ген, с которого произошло считывание и перенос информации, а значит ген все-таки базовая единица. И да, и нет. С одного гена на самом деле можно считать информацию по-разному, в зависимости от того, откуда начнется считывание. Я уже говорил в одном из видео, что считывание начинается с того места, куда присоединяется РНК-праймер, дающий полимеразом точку для создания копии цепочки ДНК. Так вот, на самом деле в гене может быть несколько мест для крепления этого праймера, из-за чего цепочка в различных позициях крепления будет отличаться по длине и соответственно по количеству записанных аминокислот в конечном белке. Так мы из одного гена можем собрать уже как минимум два белка. На самом деле и это еще не все. У нас уэукариот. Ген имеет довольно-таки неравномерную структуру и для нас важны две из этих структур. Это интроны и экзоны. По сути дела после создания РНК-матрицы она подвергается процессингу, то есть вырезанию из нее определенных частей, которые в дальнейшем на моменте синтеза полипептида уже не будут нужны. Таким образом мы получаем, что один ген при различных точках начала считывания и при различной разметке зон, которые будут вырезаны перед сборкой белка, может кодировать сразу несколько различных полипептидов. Сложно, не так ли? Сложности сему процессу также добавляет то, что часто генами управляют другие гены. Например, проявление гена А возможно только в случае определенного состояния экспрессии гена Б и так далее. Такие гены Б называются управляющими генами. Самым простым примером для этого служат гены ХОКС, которые занимаются формированием структуры плода, таким образом, чтобы из него получилось нечто похожее на родительскую особь. Например, в определенной точке еще простого набора клеток, который мы назовем головной, будет экспрессироваться ген, отвечающий за формирование переднего отдела тела. Ген будет способствовать образованию специальных веществ, морфогенов, которые будут распространяться по этой кучке клеток. И чем дальше по клеткам они распространяются, тем меньше становится их концентрация. То есть концентрация головного морфогена в переднем конце зародыша самая высокая. А в самом дальнем конце его может совсем не быть. В зоне, где переднеконцового морфогена практически нет, начинают экспрессироваться гены, отвечающие за формирование заднего отдела тела зародыша, что как бы логично. Гены заднего отдела тела также формируют свои морфогены, которые также распространяются по зародышу, понижая свою концентрацию, приближаясь к головной передней части. Таким образом, два гена уже смогли поделить зародыш, состоящий из кучки клеток на две стороны. То же самое будет происходить, когда нужно будет разделить зародыша на спинную и брюшную части. Процесс довольно просто описывается и, думаю, также понятно объяснен. Заметьте, что для создания простого существа, имеющего выраженный передний, задний, спинной и брюшной конец, нам потребовалось всего 4 гена и морфогена, которыми эти гены между собой обмениваются. То есть, если нам вдруг понадобятся для нашего воображаемого зародыша ноги, то мы можем добавить еще один ген, который будет реагировать на соотношение концентрации всех четырех морфогенов и собирать в нужных частях зародыша ноги. В общем, не будем усложнять, думаю, все и так понятно. А потому продолжим. И вот мы, значит, такие умные теперь знаем, что гены у нас хокс и вообще они заняты сборкой зародыша. Но откуда же они вообще берутся? Понятное дело, что в самом начале ген был один, точнее, с самого начала его вообще не было, и существа представляли из себя просто ехидные шарики из клеток. Но в один прекрасный момент стало скучно, и всем вдруг стало ясно, что для общего выживания нужен рот. А где сделать рот, если ты шарик? Правильно, в любом рандомном месте. А значит, вот вам и первый хокс-ген. Не будем вдаваться в подробности, как он появился, это все из раздела спекуляций, хотя вариантов правдоподобных можно придумать массу. В общем, есть существа нашего ген. Ген позволяет формировать ротовое отверстие. И тут самое интересное, а именно мутации. Мутации вообще в некотором смысле двигатель прогресса, но только в том случае, если они не оказываются смертельными. Большинство же мутации безвредны и просто накапливаются в генотипе без вреда. Самая частая мутация – это удвоение генов, так называемая дупликация. Представим, что у нашего существа произошла дупликация одного единственного гена хокс. Теперь их два. По сути дело, ситуацию с расположением рта это нисколько не меняет. То есть рот как управлялся первым хокс-геном, так и продолжает. Либо оба гена работают вместе и по факту это тоже ничего не меняет, потому что генетический механизм просто так не обманешь. Заметим, что раз это дупликация, то гены стоят друг за другом. И так как их экспрессия происходит из-за одинаковых условий, то считываются они друг за другом в один цикл и одновременно. Что ж, два гена не один. Это хорошо хотя бы потому, что если один из генов будет поврежден, то всегда есть второй, который спасет ситуацию. К слову сказать, хокс-гены довольно статичны во времени и с далеких идиокарских времен мало изменились. Настолько мало, что гены человека будут полностью совместимы с генами и мухи, и кольчатого червя. Так что наш протомногоклеточный шарик с ртом будет иметь ртовой хокс-ген, который передаст своим потомкам через миллиарды лет, без изменений. Но наше существо на самом деле не настолько живучее, как может показаться. При нарушении экспрессии гена ротового отверстия, назовем его R1, происходит нарушение формирования рта. Но пока у нас есть копия гена ротового отверстия, назовем ее R2, то очевидных проблем это не вызовет. Но природа штука сложная, и потому замечу, если ген R1 постоянно используется для развития эмбриона, то ген R2 начинает простаивать, то есть на нем попросту перестает работать отбор. А значит, мутации в нем, которые будут происходить, будут накапливаться до тех пор, пока этот ген не станет полностью несовместимым с R1 по структуре. И вот через сотни поколений мы из существа с генами R1 и R2 получили существ с генами R1 и X1. Теперь этот ген не может командовать созданием переднего конца тела, потому что и активируются немного иначе, и морфогены делают нерабочие. Чем же ему заняться? Ну, скажем так, хоть структурно ген и изменился, но он до сих пор может производить морфогены, а значит эти морфогены можно для чего-то использовать. Представим, что существо решило образовать донную прикрепленную форму. Ну так сложилось. И так уж сложилось, что у нее есть ген, на который можно повесить эту функцию. Теперь ген X1 активируется в противоположном конце тела, как можно дальше от рта и формирует слой клеток, срастающийся с камнями. Процесс образования других генов аналогичен. Надеюсь, система не показалась вам слишком сложной. На самом деле все куда сложнее, но формат ютуба такого хардкора не понимает, а информация и в данном виде уже достаточно удобоварима. Но как же животному усложняться дальше? На помощь нам опять придут мутации. Стоит заметить, что наше существо по сути бесполое и размножается простым бинарным делением, то есть просто пополам. Мутационность такого процесса ограничена частотой мутации в отдельно взятой клетке и не более. Чтобы увеличить разнообразие потомков, нужно нечто более сложное, а именно половое размножение. Формально, при наличии уже двух хоксгенов и полного генотипа в каждой отдельно взятой клетке, мы можем вырастить из одной клеточки целый организм. Осталось только сделать так, чтобы эта клеточка формировалась с гаплоидным набором хромосом. Для объединения с другой гаплоидной клеткой, нужно образование спермия и овациты второго порядка, если говорить упрощенно. Это и произошло в акарской биоте на границе кембрийского взрыва. Возросшая мутагенность ввиду полового размножения довольно сильно увеличила количество дублированных генов, и этот тренд не обошел стороной и гены хокс. Например, ланцетник имеет уже восемь таких генов, что позволяет формировать довольно сложную структуру тела, особенно по меркам идиакара. Вот так выглядит эволюция, если углубиться в генетику. И не стоит бояться мутаций. Они сделали нас такими, какие мы сейчас есть. Редактор субтитров А.Семкин